Я дико извиняюсь, но вы знаете, иногда такие ролики, они выходят сериями, потому что начинается срач в комментах. Вот и хочется добавить еще немножко искрометной риторики, вот, соответственно, в очаг этих самых комментов. Итак, значит, у нас сегодня ролик был о выборах дураках и провокаторах, про выборы. И пришел тут вот человек по имени Серж Фаерхоук, видимо, такой же любитель игр, как и я, то есть идейный враг Константина Семина. Вот, и, значит, написал, что критика не обязана что-то предлагать, а быть конструктивной. Но автора, как всегда, поднеслось, сидите на попе ровно и не дергайтесь. Нет, я этого не говорил. Я говорил, что любой может принимать участие в выборах или не принимать. Но не надо поддаваться на провокации, да? И принимать участие в сомнительных перформансах. Вот, с таким подходом можно и на политкружки наехать и потоптаться. Где я это говорил? Не было ничего такого. Ну, то есть автор додумывает за меня. Вот за такое я людей обычно баню. Но мне понравилось, значит, другое, то, что сказал мистер Серж Фаерхоук. Значит, использование этой мишуры, ну, в смысле буржуазных вот этих вот законов и так далее, вот, в своих интересах по своим правилам, не навязанным буржуазным правилам игры. Вот, чем должны большевики заниматься. Для этого нужна настоящая партия ленинского типа. Вот, а не это, соцзем болота шизофреников. Причем часть болота сидит на гранте. С этим спорить сложно. Вот, но хотелось бы по поводу партии ленинского типа. Значит, проехаться, да? Вот, очень любят нам говорить про партию ленинского типа. Люди, которые почему-то сами организацией этой партии не занимаются. То есть, приходит к тебе в комменты человек, да, ты просто сидишь на своем каналчике, выражаешь свое мнение по разным вопросам, там, какой-то, может быть, там, просветительской деятельностью пытаешься заниматься в меру сил. Вот, рассказываешь людям про кино, там, иногда играешь в компьютерные игры. Тут все приходят и говорят, нам нужна партия ленинского типа, давайте создавать партию ленинского типа. Пока мы не создадим партию ленинского типа, значит, у нас тут ничего не будет. Вот, будет всякое социал-демократическое болото. Это правильно. Но хотелось бы отметить одну вещь. Партия ленинского типа, а именно РСДРПБ, да? Ну, если мы говорим о партии большевиков, на протяжении очень большой части своей истории была партией подпольной, незаконной. Партия ленинского типа, например, занималась ограблением теплистского казначейства, да? Там же Камо и Сталин, который, судя по всему, был в курсе дела. Это же были представители партии ленинского типа. Я уж не говорю о том, что Свердлов, например, делал на Урале. За членство в партии ленинского типа людей хватали, сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки. Партия ленинского типа подрывала государственное устройство Российской империи и имела своей целью взять власть. Партия ленинского типа – это партия борьбы за власть, причем не обязательно законными методами. Вы уж меня извините. Не через выборы. Вот что такое партия ленинского типа. Партия ленинского типа имела свой боевой центр, там и так далее, и тому подобное. Члены партии ленинского типа постоянно вынуждены были сидеть где-то за границей, еще где-то и так далее, и тому подобное. По сегодняшним меркам партия ленинского типа – это экстремистская организация, если не сказать еще хуже. Могли бы и налепить ярлык терроризм, например, за то, что сделал тот же самый КАМО. Вот что такое партия ленинского типа. И находятся люди, которые считают, что если кто-то будет создавать партию ленинского типа, я не знаю, создает ли ее кто-нибудь или нет, он это будет делать в открытых соцсетях, да? Извините, граждане, я повторяю вопрос. Вы идиоты или провокаторы? Вот тот, кто это предлагает, кто об этом вообще разговаривает в открытую? Про партию ленинского типа. Партия ленинского типа – это не про буржуазные выборы, не про дебаты у Соловьева на передаче. Это немножко про другое. Партия ленинского типа. И как только вы начнете создавать партию ленинского типа, вам не ту же плотность заинтересуются ФСБ, СКР и все остальные. Поэтому я не знаю. Я понятия не имею, создает ли сейчас кто-нибудь партию ленинского типа или не создает партию ленинского типа. Но я знаю, что если это делает умный человек, он никогда не будет об этом открыто заявлять. Что я создаю партию ленинского типа. А те, кто призывает в открытых соцсетях создать партию ленинского типа, те являются, опять же, либо идиотами, либо провокаторами. Вот и все. Партийцы ленинского типа. Мне очень радует, что вот все эти люди, которые приходят, я повторюсь, разные совершенно комменты, начинают вопить про партию ленинского типа, никогда сами почему-то организацией такой партии не занимаются. Они всегда ждут, что из-за них это сделает кто-то другой. Вот. Типа, ребят, создавайте партию ленинского типа, сидите в тюрьмах там потом, пусть у вас там что-нибудь оторвется, там в этой тюрьме, там еще что-нибудь. Бегайте по заграницам, отправляйтесь куда-нибудь там в Сибирь, я не знаю, но сейчас у нас ссылок нет. Ну, вот. Создавайте партию ленинского типа, а мы тут посидим, почешем пузико, почитаем интернетик, вот, да, подождем и посмотрим, как вы будете создавать партию ленинского типа. Нет уж, ребятушки, если кто-то и будет создавать партию ленинского типа, вы об этом узнаете последними. Именно потому, что вы на каждом углу орете про партию ленинского типа. Если вообще узнаете. Ну, так что всем пролетарский привет! Рот фронт! Включайте мозги, дорогие граждане! Думайте, о чем вы говорите вообще! Прежде чем предлагать партию ленинского типа, ну, немножко так посмотрите, чем она в том числе занималась. Я не говорю, что партия ленинского типа ограничивала свою деятельность столько ограблениями там дилижансов, вот, и еще чем-то таким, да? Вот. Но в том числе и этим. И это все было незаконно. Ну, хотя можно вспомнить, что того же Сталина восемь раз сажали не за криминал, не за какие ограбления, а просто за пропаганду идей ленинского типа. как раз от лица партии ленинского типа. Восемь раз в ссылке. Вот. Ну, хотя рекордсмен, по-моему, ноги, на него восемь побегов и ссылок. Сталин там пару ссылок, он, досиделся. Вот. Так что вот так вот, уважаемые партийцы ленинского типа. Пламенный привет! Вот. Умным людям Ротфронт. Вон. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok